Здравствуйте! Я благодарю вас за доверие, за то, что вы выбрали время посмотреть мое гадание для вас на 2023 год. Я вас поздравляю вот так вот заочно, желаю исполнений всех и всех благ. После недолгих колебаний я выбрала для рака карты, вот такие, для гадания на год. Гадание у нас будет по месяцам, по месяцам. Ну, здесь все понятно. Кажется, 12 месяцев, 12 карт, первый месяц январь, второй февраль, третий март и так далее. Календарь все видели. Но схема может быть и другая. Поговорим серьезно. Дело в том, что вы раки, соответственно, вы родились летом. Вы родились ровно через полгода, ровно на полюсе от точки отсчета вот этого самого нового года. Ровно на полюсе от 1 января. Поэтому вы можете отсчитывать месяцы от даты вашего рождения. Соответственно, если вы родились 1 июля, например, то для вас первый месяц будет июль. А если вы родились 20 июля, для вас первый месяц это будет время с 20 июля до 20 августа. Понимаете, да? На самом деле не хочу вас путать. И схема эта очень простая. И чтобы вот увидеть вам начало года, ну, например, каким будет январь, отсчитайте от даты вашего рождения соответствующий месяц. То есть январь какой будет для вас месяц. Опять же, самый простой пример. Если вы родились 1 июля, вы считаете, июль первый месяц, август второй месяц, сентябрь третий, октябрь четвертый, ноябрь пятый, декабрь шестой, январь для вас седьмой месяц. Седьмой месяц. И тогда это гадание будет начинаться с седьмого месяца для вас, да? И дальше продолжаться. Я думаю, что все поняли на самом деле. Но если вы не хотите путаться, то используйте простую календарную схему. Январь первый месяц. То есть карты обещают вам какие-то события, радости, подарки, переживания. Января это будет первый месяц, февраль второй и так далее. Итак, карты втором. Безусловно, очень живописные, хорошие, правильные, откровенные карты с котиками. Почему бы и нет? Считается, что раки ближе других знаков к природе. Что раки все без исключения должны любить животных. Не знаю, правда это или нет. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Гадаемое волшебное время. Еще небольшое. Продолжается мое вступление. Напоминаю вам о том, что вы можете смотреть это гадание. Не знаю, может и после Нового года, может и в середине даже года. Но в целом я делаю его вот в это время, в период от Рождества католического до Рождества нашего, какое-то православное, да, называется. Вот. И вот это время самое магическое, самое, ну, какое-то откровенное, что ли, в году. Это очень активное время для гаданий. Карты особенно откровенные. И гаданиям в это время особенно можно доверять. Начинаем. Первый месяц для рака. Что это за карта? Прекрасное начало. Карта императрицы вам выпадает. Карта про богатство. Богатство во всем. Во-первых, это богатство вашего настроения. То есть вы будете хорошо настроены, богато. Будет ощущение, что у вас все есть. И это правильный взгляд на жизнь, это оптимистичный взгляд на жизнь, это ощущение себя, ну, на троне. Будете чувствовать себя на троне. Карта очень хороша. И для здоровья, для физического, для внешности императрица описывает очень хороший, ну, знаете, такой правильный внешний вид. Когда вам все нравится, ваша прическа, ваш гардероб, ваш вес, например, вы производите впечатление и ощущаете себя в ресурсе раздавать что-то другим людям. Императрица очень щедрая карта. Поэтому январь – это время щедрости, спокойствия для вас. А также карта – это про женские энергии. То есть разные женские дела в январе надо решать, и они будут у вас решаться, и будут происходить, и будут случаться. То есть какие-то женские дела. Ну, например, беременность может наступить. Это может быть смена женского статуса, переход в другое какое-то качество. Девушка была, скажем, незамужней, тут вдруг замуж вышла. Или была одинока, тут же жених появился и так далее. То есть, ну, понимаете, да, что такое? Вот это моя женская жизнь, мы иногда говорим. Или иногда вы используете вот в ваших письмах такие формулировки, да. Хочу женского счастья, хочу почувствовать себя женщиной. Вот именно про все эти вещи карта императрица, да. Может появиться какой-то щедрый поклонник у вас, например. Потому что легче всего чувствовать себя женщиной, когда вам дарят подарки. Открою вам такой секрет. Ну, впрочем, это не секрет, вы нам не знаете. Вот такой вот прекрасный январь денежный, красивый, богатый. Про работу, да. Ну, императрица, знаете, вот непосредственно про работу ничего не говорит. Но, конечно, с этой карты все дела хороши. Соответственно, профессиональные, в общем-то, тоже. Хотя она совсем, ну, в целом не про это. Февраль. Для февраля вам достается... Смотрите, как нарочно я вытащила раку император, за императрицей император, да. Легко догадаться, даже не разбираясь, второе, что это пара. Что это карты указывают вам пару. И говорят, что, ну, вот именно складывается пара в самом начале года. Если вы одиноки, вполне возможно, что в самом начале года календарного или, если вы решили воспользоваться вот этой вот альтернативной схемой вашего года, в начале вашего соляра, вас ждет какое-то знакомство с очень-очень подходящим человеком. Почему подходящим? Откуда я это вижу? Потому что, ну вот, это же парочка, да? Гуси-гагарочка. Ну, а здесь кошка с котом. Что с котом, я не понимаю. Он в воротничке, да? В воротничке. Почему? А, ну, ограничения. Понятно, что художник имеет в виду, а император – это ограничения определенные какие-то. Вот. И если в первом случае, про первый месяц я говорила про ресурсы, то февраль, второй месяц, более напоминает правила. Император – это законы и их соблюдение, разные инструкции, разные кодексы, просто нормы морали. То есть февраль вашу жизнь очень сильно формализует и дисциплинирует. То есть вы столкнетесь с определенным… Вот как этот котик, видите, в воротничке. Ну, знающие люди в курсе, насколько кошки не любят вот этот воротник носить. И мы не любим, потому что это не свобода. Но это хорошая несвобода, идет по императору. Например, ваша несвобода, если вы получаете новую высокую должность. Чем выше должность, тем меньше свобода, да? И статусная карта. Это покупка статусной вещи. Может быть, например, автомобиля, который на порядок дороже, чем у ваших всех соседей. Настроение начальственное. Карта про личную жизнь, да? Ну, это некий портрет. Вообще считается, что император описывает портрет мужчины лучшего… Сейчас я правильно сформулирую… Лучшего на данном этапе вашей жизни. Мужчина. Самый лучший из всех, кого сейчас готова вам предложить судьба. Вот, кстати, посмотрите в тему. На мне серьги тоже с котиками. Видно? И необычное начало, продуктивное очень начало, серьезное начало года. Для вас далее март для рака. Видите? Ну, это вообще подобрались, да? Пара императрица, император. А здесь они просто объединились, обнялись. Это шестой аркан, карта влюбленные. То есть вот эта карта уже по-настоящему называется пара. Вот ведь не случайно для вас я такие добрые карты выбрала, дорогие раки. Это по блату, от особой любви, нежности к вам. Потому что, ну, понятно, что значит влюбленная. Карта имеет самое непосредственное отношение к личной жизни. Про это мы вначале и поговорим. Образуется пара. Великую любовь. Больше, чем любовь. Карта, ну, как бы про любовь, да. Но на самом деле она обещает намного больше. Она обещает возможность с кем-то слиться, переплестись с судьбами. И это очень взаимное чувство. Это очень равные отношения. Это очень долгосрочные отношения и правильные отношения. Но если вы как бы от личной жизни и подобных вопросов далеки, то карта влюбленные, карта марта, предлагает вам какой-то крупный жизненно важный выбор. Это очень хорошая карта, на самом деле. Она говорит, что вы владеете судьбой, владеете ходом событий вокруг себя. Выбор. Он касается работы, например. Выбираете вам. До этого такие серьезные карты. Выпадают разные должности, разные престижные места вам предлагают в это время. И в марте вы как раз таки выбираете, к чему склониться, что вам выбрать. И единственное предупреждение, она говорит, что от вашего нынешнего выбора в любви, в работе, в деньгах, неважно где, зависит течение вашей жизни на долгое время. Может быть, не только даже в вашей жизни. Далее. Апрель. Мне нравится начало вашего года. А вам? Апрель. Это тройка пентаклей. Тройка пентаклей. Работа карта называется. Видите, этот котик поработал. Иллюстрации очень грамотные. Видите, поработал. Он выгроз отверстие в коробочке в этой. Ну что ж, время работы, время поработать. Это новая работа часто с этой карты приходит. Это может быть просто работа над собой, над телом, над здоровьем. Карта очень добродетельная, спокойная. То есть апрель – это будет время для того, чтобы ничего не менялось. И время для того, чтобы ничего не менять. Это время, когда нужно спокойно посидеть и поработать над насущными какими-то делами. Как правило, это профессия или бизнес, но это может быть работа и над отношениями какими-то, семейными. То есть это очень спокойный, но продуктивный месяц, когда все продолжается. У вас много началось в начале года, а теперь это все должно как-то реализоваться. Это должно продолжиться, набрать обороты и так далее. Далее, конечно же, май. В мае. Такой год вас ждет выразительный, какой-то беспокойный. Аш колесница, снова старший аркан выпадает. И обозначает вам эта карта перемены. Часто дорога, переезд с одного места на другое, переезд офиса или переход на другую работу. В общем, будете ходить другими дорогами в этой жизни, понимаете, или будете ездить. Вот снова, кстати, колеса, снова к вопросам. Возвращаемся о транспортных средствах. Колесница – это поезда и самолеты, пароходы и велосипеды, например, велоспорт, которым вы займетесь. Это, знаете, вселенная вихрем каким-то вас подхватывает и перемещает на другое место. Часто это место, где вы не планировали и, в общем, не хотели оказаться. То есть колесница предлагает определенную покорность року. Она как раз говорит, что вот здесь, в отличие от предыдущих событий, вы ничего не выбираете. Это либо одно событие непредсказуемое, какое-то случайное, знаете, как выигрыш в рулетку. Либо это может быть целый набор, знаете, как бы цепочка вереница событий, каждая из которых незначительная сама по себе, но в итоге все это вас ведет в какую-то новую жизнь. Вообще колесница описывает самое беспокойное время. И опять же, по уровням, на уровне тела или сознания, там, где вы сами, колесница – это смена имиджа, радикальная смена цвета волос, ну, не знаю, веса, гардероба и так далее. Настроение тоже меняется, жизненные ориентиры вдруг кажется, что вы совершенно, вас как подменили. Вы другой человек, это, кстати, очень оправдано в переломных, кризисных каких-то возрастных точках, да, если вы переживаете, например, там, 24, 36, 48, 60 лет, ну, вот это вот все. То есть это, наверное, особенно действие колесницы усилится для котов и кроликов, для тех, кто вот родился в год кота или кролика, потому что это год кота или кролика будет у нас. Колесница на уровне работы, да, смена работы, на уровне денег, смена источника дохода, или смена расходов, то есть расходные статьи какие-то другие идут. Это был май, теперь у нас начинается лето. Стараюсь короче говорить, но никак не получается. Да? Июнь. Что вы хотите получить в июне? Давайте подумаем и посмотрим. Карты вот угадают именно ваше желание. Подумайте, закройте глаза. Я знаю все ваши желания. Два миллиона евро ведь, правда? Итак, в июне. Кризисное время. Десятка мечей. Мечи, ну, это такая опасная, переживательная, нервная, но очень умная, высокоинтеллектуальная масть в колоде, тару. А десятка – это кризисная ситуация. Вот что-то у вас зрело, назревало, например, ссоры, конфликтные, плохие отношения с собой или с другими людьми. Может быть, профессиональный кризис, творческий, кстати, кризис, иногда возрастной, иногда кризис, связанный с телом, со здоровьем. В общем, вот то, что долго зрело и грозило, угрожало вам, вот это как раз и случится в начале лета. Что тоже оправдано именно для раков, потому что понятно, что июнь для вас всегда кризисный месяц. Это же конец вашего соляра текущего, да? То есть все перемещается на 12-й дом соляра, отработка 12-го дома. А там как раз враги, тайны, тайные страсти, комплексы, ночные кошмары и так далее, да? Вот так. Такой кризис в вашей жизни, связанный с чем? С чем хотите. Мне кажется, что кризисы потому и кризисы, потому что мы никогда не знаем, куда они бьют. Да? Где тонко, там и рвется, гласит народная мудрость. То есть если у вас до этого вы чувствуете не в порядке здоровья, например, то десятка мечей обострит ваше отношение с организмом. Если это отношение с друзьями, например, портится, то, соответственно, в июне с десяткой мечей вы можете даже выйти из компании и расстаться с кем-то. Далее июль. Дни рождения для вас. Для июля... Карты предлагают рыцаря мечей. Никуда мы все-таки от темы Вити конфликтности не уйдем. Июль. Какой-то очищающий конфликт по поводу... Конфликт может быть с собой. Помните о том, что мы в гаданиях всегда рассматриваем и отношения с собой. Потому что это самое главное, на самом деле, с этого все начинается. И этим все заканчивается. Поэтому это может быть такой кризис очень внутренний, очень большое напряжение, недовольство с собой, какие-то придирки к себе. Но, как правило, это все-таки ссоры с другими людьми, начальством коллегами, членами семьи. Что может быть похоже, рыцарь мечей рекомендует конфликта не избегать. Вот этот июльский конфликт, ссора. Это не нужно избегать, потому что это очень нужно. Он необходимый конфликт, чтобы идти дальше. Чтобы, например, продолжать отношения здоровые с каким-то человеком. Вам сейчас нужно его толкнуть и посмотреть, что из него польется. Это единственный способ экологично продолжать с кем-то контакты. Вот так вот. У меня расфокусируется картинка, да? Почему там? Август. Так, август для рака. Очень августовская карта. Солнце. Солнце – это просто тепло, жара, изобилие ресурсов. И часто буквально, я замечаю, особенно в персональных гаданиях солнце имеет буквальное значение. Солнце – это пляж, жара, солнечный берег, какое-то взморье, какая-то ривьера и так далее. Поэтому август, отпуск в жарком месте. Также карта имеет самое хорошее денежное значение. Солнце приносит деньги. Может быть, да, иногда сами деньги, а иногда просто ясность в денежных вопросах. То есть это тот самый момент, когда вам становится, ага, понятно, откуда теперь брать деньги? Или куда они у вас до этого девались? То есть солнце – это карта, которую выбирают честные люди. Определённые тайны, определённые сомнения, какая-то запутанность в вашей жизни. Всё это прекращается. Вы выходите на свет или выводите кого-то, или что-то на свет божий. То есть истощается солнце альтернативно луне. И если луна приносит тайны в вашу жизнь, то солнце их обнажает, как-то иссушает. Это может быть обилие откровенных разговоров. Но, знаете, бывает такое время, когда вас как надирает со всеми по душам поговорить. С друзьями, с мужем, с мамой, с дедушкой. Не знаю, кто у вас есть там ещё. И много-много вы в августе выясните для себя. Карта, на самом деле, хорошая. Обозначает она приход света и добра в целом. Приход света и добра в вашу жизнь. Другое дело, что эти света и добро иногда приходят к нам там, где мы их вообще не ждём и не зовём. Да, бывает же такое. Поэтому ваши тайны, которые вы тщательно лелеете, оберегаете, тоже в это время могут открыться. Но всё будет к лучшему. Далее начинается осень, сентябрь. Про сентябрь вам расскажет двойка пентаклей. Очень хорошая, лёгкая и весёлая карта. Сентябрь предлагает вам выбор, то есть сентябрь предлагает вам выбор самый разный. Выбор работы, выбор бизнеса, выбор друзей, выбор места жительства, дорог каких-то. И выбор этот весь хороший. Это выбор, который приятно делать, потому что вы здесь выбираете между несколькими одинаково хорошими вариантами. Вам могут предложить действительно работу, две должности, но каждая хороша. И вы не сожалеете, выбирая одну или выбирая другую. И время лёгкое, может быть не очень развлекательное, может быть и наполненной работой, и серьёзными решениями. Но это время, когда вы по-настоящему выдыхаете и наслаждаетесь жизнью, и верите в её бесконечность. Видите, здесь обязательно на двойке пентаклей должен быть знак бесконечность. В каком-то виде должен присутствовать. И здесь художник изобразил. То есть, знаете, вот именно двойка пентаклей, вроде бы не крупная карта, но она приносит вот этому строение, ощущение всевластия, ощущение того, что впереди бесконечная жизнь и очень много шансов, каких-то возможностей. А ещё двойка пентаклей – это всё по два. Такая вот карта. Две работы, два источника денег, два жениха, которые наперебой замуж зовут. Кстати, вот у нас откровенно любовных карт, таких романтичных не было. Начало года там союз, а потом, может быть, уже ничего и не нужно. Два жениха, две дороги, два дома, между которыми вы выбираете, и всё вам нравится. А знаете, какой совет даёт двойка пентаклей? А вы не выбирайте. Ведь секрет успешных людей, это их отличие от неуспешных, в том, что они ничего не выбирают. Они берут все варианты. И, может быть, вам здесь как раз и придётся согласиться на оба свидания, на обе работы, на оба бизнеса и так далее. На два дома, жить на два дома, например. Это очень весело и интересно. Я-то уж точно знаю. Далее, конечно же, октябрь. Начало осени бодрое. В октябре, ну не всё так однозначно, но не всё и так плохо, как звучит. Карта смерти вам выпадает. Карта смерть обозначает естественные, необходимые перемены. Что-то в вашей жизни заканчивается. Любой проект, нет смысла мне даже варианты какие-то перечислять. Но вот что-то закончится в вашей жизни, этап определённый, определённый кусочек жизни, связанный, например, с определённым человеком, с местом жительства, с какой-то работой, с какими-то вашими ожиданиями. Ну, смерть, понятно, это всегда событие, поэтому перемены довольно большие и сильно болезненные. Правда, сильно болезненные. Даже скорбные придётся поскорбить. Ну, смысл карты, скорее, оптимистичный. Она уносит из вашей жизни, унесёт то, с чем вам давно пора расстаться. Давайте это будет лишний вес, хорошо? Ну, или там устаревший, надоевший гардероб. Давайте, карта смерти, это будет вот момент, когда вы выносите на ближайшие, к ближайшим мусорным бакам огромные тюки с надоевшими джемперочками, юбочками. Это бывает очень жалко и больно, и со слезами, но всё равно это надо иногда делать, правда? Далее, ноябрь, под концу осени мы подбираемся. В ноябре король Пентакли, король Пентакли. Что у него здесь в банке? Король Пентакли, карта хорошая, но она довольно неоднозначная. Самое главное, что она крупная денежная. В ноябре придётся вам обратить внимание на денежные вопросы. Скорее всего, это будет хорошо. То есть, это приход денег, денежные суммы, оскопленные, какие-то отложенные, новые доходы, крупные премии, прибыли. Это хорошо. Но тут больше совет, карта даёт. Ноябрь может оказаться очень серьёзным, ответственным. То есть, решения о деньгах, они же всегда самые трудные и самые серьёзные. И самые, как нам так кажется, на самом деле, это может и нет. То есть, вы здесь с этой картой распоряжаетесь какими-то денежными суммами, естественно, под свою ответственность, может быть, с каким-то определённым риском. А ещё король Пентакли – это портрет мужчины мужа. Муж, который, ну, муж буквально ваш конкретно, вот ваш муж, который уже известен вам с именем и фамилией человек. Либо это мужчина его заменяющий, мужчина, который так или иначе эту роль в вашей жизни исполняет. Интересно, что спонсора или какого-то инвестора для бизнеса тоже колода отпишет вам королём Пентакли. В общем, в ноябре ждите денег, ждите денег и мыслите практично. Карта тоже описывает какой-то выбор жизненно важный, но очень-очень материальный. Знаете, это выбор из категории, вот купить эту квартиру или эту, например, да, там продать вот этот участок или вот другой, который у вас там на другой стороне МКАДа. Вот так вот. Скучновато, но такое тоже бывает. И завершает ваш год, милые раки. Всё совсем другое, но, видите, настроение, энергия полностью сменяется. Карта Иерофант, старший аркан. Но так и должно быть после вот этой хлопотной, но очень продуктивной осени, после больших переживаний, после какого-то удара даже, после денежных свершений. Вам нужно отдохнуть. Но не просто отдохнуть, а поотдыхать активно умом, что ли, или сердцем. Иерофант, в первую очередь, это здесь ваш портрет. Иерофант – это думающий человек. То есть, получается, что к концу года вы замираете. Карта очень статичная. Иерофант, на самом деле, ничего не делает. Он не двигается, он замер, и он даже не молчит, он молчит даже, ну, едва дышит. То есть, это такая статика. Обдумать жизнь, обдумать свои будущие какие-то жизненные пути, обдумать свои желания. Единственное, какие действия Иерофант предполагает или допускает, это обучение, учеба. Вы можете, например, переключиться с работы на учебу, или вы можете прекратить работать ради того, чтобы вам поучиться, может быть, освоить новую профессию, специальность, а может быть, просто, ну, знаете, там, поизучать какие-нибудь древние языки для общего развития. Иерофант – хорошая, умная и такая благородная карта. Она часто предполагает такую, знаете, духовную или душевную щедрость. А ещё это портрет учителя с большой буквы, которого вы ждали и, наконец-то, встретили. Но часто это учитель по-настоящему, ваш преподаватель на курсах или где-то в университете. А иногда это учитель уже из разряда, ну, знаете, там, духовный наставник, или как святой отец, или что-то такое. Кстати, иерофант, и плюс конец года, да, плюс декабрь, то есть девятый дом – это всё имеет отношение к религии и вере. Возможно, что в конце года вот вы как раз сделаете инвентаризацию в вопросах веры. Чему я верю? Во что? Кому? Куда? Да, кто-то, не знаю, в крайнем случае, может поменять конфессию, да, свою. И вот такое очень логичное завершение года карты вам предлагают. По-моему, ни одной по-настоящему вот плохой карты раку не досталось. Что знала, рассказала. Страшно рада вас видеть. Спасибо и увидимся.